Общее сведение. Диссоциативные расстройства группы достаточно разнородных психических расстройств, характеризующихся бессознательным отчуждением некоторых психических процессов. Впервые термин «диссоциация» был использован французским психиатром-психологом и невропатологом Пьером Жанни. Широкой публике данный феномен в основном известен по фильмам о множественных расстройствах личности, цвет ночи, цебел и диссоциативных фугах, долгие поцелуи на ночь, однако в жизни эти расстройства встречаются реже других разновидностей диссоциации, диссоциативной амнезии, деперсонализации, диссоциации при трансовых состояниях. Случаи легкой диссоциации знакомы любому человеку. К подобным состояниям относятся странное восприятие себя и окружающего мира после бессонной ночи, медитация, уход в альтернативной придуманный мир или в собственные мысли во время чтения интересной книги или долгой поездки в автобусе и другие подобные ситуации. При клинических значимых диссоциативных расстройствах разрыв между различными психическими функциями становится более выраженным. Определенные психические процессы полностью обособляются. Большинство диссоциативных расстройств возникают однократно, носят полностью обратимый характер и заканчиваются выздоровлением. Лечение осуществляют специалисты в области психиатрии. Диссоциативные расстройства Причины диссоциативных расстройств Непосредственной причиной развития патологического состояния становится острая или хроническая психотравмирующая ситуация. Диссоциативные расстройства нередко наблюдаются в обстоятельствах, связанных с непосредственной угрозой для жизни больного при природных и техногенных катастрофах, автомобильных авариях, крушениях поездов, насилии во время криминальных инцидентов и тому подобное. Кроме того, пусковым моментом может стать угроза всему тому, на основании чего больной формирует представление о собственной личности, ее целостности и значимости. Диссоциативные расстройства может провоцировать смерть близких. Наряду с потерей близкого человека пациент теряет и часть себя как мужа, отца, жену, мать и так далее, разрывы значимых отношений, увольнения, особенно при неопределенных или неблагоприятных перспективах дальнейшего трудоустройства, удар по профессиональной идентификации, падение личной ценности в социуме, банкротство, потеря собственного жилья и другие значимые травматические события. Иногда из-за несовпадения личной системы ценностей пациента с системами ценностей других людей причиной расстройства становятся события, не представляющие значимости для окружающих. Выделяют три группы факторов, увеличивающих риск развития диссоциативного расстройства. Первая – индивидуальные особенности больного – склонность к легкому вхождению в трансовые состояния. Обычно эта способность выявляется у чувствительных, впечатлительных людей с богатым воображением. Вместе с тем имеет значение наличие нормальных адаптационных механизмов. Если в детстве такой человек живет в благоприятном окружении, у него формируются здоровые способы приспособления к изменению внешних условий и вероятность развития диссоциативного расстройства снижается. Вторая – неблагоприятные условия жизни в детстве. Ранняя потеря близкого человека, тяжелая болезнь, физическое и психологическое насилие. В семье или в школе, особенно при эмоциональной изоляции, отсутствии поддержки и понимания со стороны взрослых. Третья – предыдущий травматический опыт. Диссоциативные расстройства чаще развиваются у людей, которые в прошлом воевали, либо находились на территории военных действий и подвергались пыткам или продолжительному насильственному внушению, будучи жертвами террористов или участниками секты. Классификация диссоциативных расстройств. Существуют разные подходы к классификации диссоциативных расстройств. Психиатры традиционно используют данный термин для обозначения трех патологических состояний – диссоциативной фугии, диссоциативной амнезии диссоциативного расстройства идентичности множественной личности. В Американское руководство по диагностике психических расстройств наряду с перечисленными состояниями, включая деперсонализацию. В МКБ-10 отражено 7 диссоциативных состояний – диссоциативная фуга, диссоциативная амнезия, диссоциативные расстройства движений и ощущения диссоциативной ступор, диссоциативные конвульсии, трансы и одержимость.